Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат, 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Марк Уильямс и Дэнни Пеннман с книгой «Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире». И к записи этого обзора меня подтолкнул недавний диалог с одним моим знакомым, который в процессе обсуждения текущей ситуации, нервного напряжения, сильной турбулентности, неопределенности в рамках ближайших полутора-двух лет затронул тему осознанности. И когда я попросил его объяснить, что он вкладывает в это понятие, оказалось, что, по его мнению, осознанность это что-то про бережное отношение к миру, к ресурсам, про то, что не нужно мусорить, потреблять ответственно, отказаться от пластика и, в общем-то, тогда жить осознанно. Странно и грустно одновременно. Странно, потому что про осознанность и ресурсность, из какого только утюга, последнее время нам не кричали. И инстаселебрити, и марафоны, и многочисленные вебинары, и статьи, и книги, и про то, что нужно быть в ресурсе. Грустно от того, что мы, кажется, так до конца и не поняли, что это такое. Совсем недавно в «Читай быстро» была книга Келли МакГонигалл «Сила воли» и 10 фактов, из которой начинались как раз с осознанности. Ссылку на этот обзор, как водится, вы можете найти в описании под этим видео. Если вдруг пойдете за ссылкой, то уже и там на канал подпишитесь, будьте любезны, и колокольчик нажмите тоже, и коммент напишите, что такое осознанность, по вашему мнению. А мы пока вот после МакГонигалл, она подтолкнула ее разговор с этим знакомым, подтолкнула меня к тому, что все-таки нужно разобрать Уильямса, Пенмана и книгу «Осознанность, как обрести гармонию в нашем безумном мире». Обретать гармонию буду не один, с бокалом Гиверстроминера 2017 года, с двумя кусочками льда. Если смотрите подкаст не первый раз, то знайте, что с каждой хорошей книгой я, как правило, открываю бутылочку хорошего вина. С прошлого выпуска Гиверстроминер, одной из моих самых любимых вин летних, находилась в холодильнике, ждала своего часа, и вот он настал. И я думаю, что несколько следующих выпусков я буду, в общем-то, смаковать. Это вино, потому что, если вы его никогда не пробовали в жизни, то хотя бы один раз обязательно попробуйте Гиверстроминер, он чаще всего немецкий продается, но найдите французский и не пожалейте. Вся книга в одном предложении. Мы все давно живем на автопилоте, изредка выныривая на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха и снова погрузиться в пучину. Пора с этим завязывать, и завязать вы сможете в основном благодаря вниманию к деталям и, конечно же, благодаря медитации. Про медитацию в этой книге прям очень много, поэтому давайте попробуем отключить автопилот и в режиме 10 фактов, 3 задач, 600 секунд из интересной книги во всем этом разобраться. Осознанная медитация. Джекпот. Сразу и осознанность, и медитация в одном слайде. Тут нужно пояснить. Значит, осознанность – это непробережное потребление, это ваша суперспособность переживать каждую минуту жизни, впитывать все эмоции, которые вы получаете от этой жизни и, самое главное, управлять происходящим. Делать это, чем дальше, тем сложнее. Потому что, если вы вспомните свой обычный день и то, какое количество дел, ритуалов, встреч, событий, принятия решений бездумных, ну то есть на автопилоте проходит у вас вот за этот день, вы поймете, что, в общем-то, и кирдык осознанности в этот момент. Помочь декомпозировать картинку на составляющие, вот этот самый ваш день разбить на составляющие, как раз призвана медитация. Все практики для начинающих учат концентрироваться на дыхании. В какой-то момент вы замедляете поток мыслей и полностью исчезает контроль за тем, о чем вы думаете. Человек начинает осознавать, что мысли можно контролировать, а можно их отпускать. И основная суть осознанной медитации, она заключается в том, что позволяет вам наблюдать за собой со стороны и за тем, что происходит с вами со стороны. И вот вспомните, когда вам последний раз было грустно, вы наверняка искали причину, по которой вам грустно. Мозг тогда в этот момент подбирает какие-то воспоминания из прошлого, которые могут превратить эту грусть в какие-то негативные эмоции, и они в них превращаются. Осознанная медитация позволяет вам классифицировать свои мысли, если они негативные, позволяет осознать проблему, если она есть, и подыскать оптимальный вариант решения. Или позволяет просто разобрать картинку на составляющей и пережить эмоционально все заново, если все у вас хорошо. Поэтому осознанная медитация – это такой способ замедлиться, остаться наедине с тем, что для вас важно, или что вас беспокоит и требует вашего вмешательства, и начать разбирать эту ситуацию на составляющей. В эти моменты как никогда сильно проявляется второй факт из книги «Связь тела и разума». Психологическое состояние всегда отражается рано или поздно на физическом здоровье, и это нужно принять как данность. В мозге у нас есть особый участок, который отвечает за так называемую реакцию «бей-беги». И вне зависимости от того, опасность вокруг вас, негативные какие-то эмоции вокруг вас, и ваши ощущения реальные или воображаемые, он, вот этот вот особый участок мозга, настраивает вас на бой. Это обязательно, значит, случится какой-то бой, и вы должны будете в нем принять участие и по возможности победить. И поэтому каждый раз, когда вы проживаете все это состояние, вы находитесь в стрессе и чувствуете себя уставшим, подавленным, каким-то слабым, потому что это происходит все в автоматическом режиме. И осознанность, вот эта вот декомпозиция, попытка пережить элемент, попытка разобраться в нем и прожить его, она дает возможность покинуть пределы мышления вот такого и разорвать цепочку тех самых отрицательных эмоций, которые вас настраивают на связку «бей-беги». Ну и, конечно, очень часто мы слышим фразу про материальность негативных мыслей, про то, что они материализуются в действиях и в состоянии нашего здоровья, про то, что мы это то, что мы думаем, и мы это то, что мы едим еще чуть-чуть. Ну, в общем-то, на уровне метафизики связь психологического состояния и отображение его на нашем физическом теле, это давно доказанный факт, и недаром все чаще врачи ставят психосоматические диагнозы и грустно вздыхая говорят, что все болезни, они от головы. Ваша задача научиться избавляться от негативной фиксации в мыслях и поступках, делать это сложновато, потому что, живя как раз на автопилоте, мы пропускаем момент формирования этого самого негативного тренда. И поэтому автопилот и осознанный выбор это, ну, в общем-то, две чаши весов, с которыми вам придется так или иначе взаимодействовать, это третий факт. Большую часть дня вы проводите бездумно, выполняя какие-то действия на автомате, то, о чем мы уже говорили, там ритуалы, события, встречи и так дальше. Время течет, жизнь проходит мимо, и именно поэтому осознанность позволяет полностью наслаждаться каким-то текущим моментом, в котором вы находитесь, делать преднамеренный выбор, и делать это можно с помощью медитации, потому что медитирующие люди, как правило, энергичны, довольны собой, меньше подвержены стрессу. Почему так получается? Про медитацию у нас будет отдельно еще в самом конце два больших слайда, но, в общем, важно понимать, что медитация в этом контексте, который закладывали авторы книги «Осознанность», это не обывательское представление, что вы там сидите в какой-то комнате, вокруг вас благовоние, лепестки роз, играет тихая музыка, течет вода, а вы засыпаете, думаете о чем-то прекрасном. Нет, медитация – это любое состояние, в котором вы не блокируете и вообще не управляете потоком ваших мыслей, для того, чтобы отпустить ваше текущее состояние и дать мозгу возможность самому структурировать всю информацию, что накопилось вокруг вас и в вас. Поэтому бег – отличная медитация, плавание – суперская медитация, монотонный труд, не требующий каких-то умственных усилий – тоже хорошая медитация. Езда за рулем, на велосипеде, на мотоцикле, на ведение порядка, наблюдение за волнами просто на берегу реки – это все примеры медитации, как вхождение в состояние флоу, вхождение в состояние потока и начало того самого осознанного выбора, который будет результатом текущей медитации. Именно она, медитация, пробуждает вас, способность анализировать и чувствовать. Погружаясь в мысли, вы перестаете замечать все происходящее вокруг, и вот эта самая осознанность дает вам возможность испытывать эмоции, чувства, вкусы, запахи так же остро, как в первый раз. То есть мозг сам вычленяет те моменты, которые важны, и концентрирует ваше внимание и в процессе медитации, и после нее именно на них. Для этого старайтесь, ну такие общие рекомендации, старайтесь декомпозировать этот один общий поток, в котором вы находитесь, информационный, эмоциональный, вот этот поток, на составляющие части, и прожить каждую из этих частей заново, как в первый раз. Это будет сложно, потому что, как правило, каждый из нас склонен выбирать одно из двух состояний, или война, или смирение. Это пятый факт. Вот если ожидаемое, то, что вы себе запланировали, хотите сделать, или хотите получить, не соответствует действительности, то вы начинаете сосредотачиваться на негативных аспектах, и пытаетесь добиться либо цели любым путем, либо впадаете в депрессию, и все пять стадий проживаете там, торг, принятие, отрицание, депрессия, вот это вот все. А осознанность учит принимать нас мир таким, какой он есть. При этом не плыть по течению, а стараться декомпозировать свое состояние, найти причину негативного своего настроения, в самом ее еще зародыше, и чуть-чуть подкорректировать. В общем, не выбирать пограничное состояние война или смирение, а все время находясь в тонусе, в предсостоянии войны, добиваться полученных целей и решать ваши проблемы. Потому что, пытаясь решить задачу, шестой факт из книги, ваш разум учитывает не только то, что вы хотите, но он сразу же прогнозирует, программирует вас на нежелательный исход событий. Так бывает чаще, чем на положительный исход событий у обычных людей, а не у тех, кто живет осознанно и понимает, как управлять происходящим. В общем-то, вот такая фиксация на негативный исход, она абсолютно точно гарантирует вам нервное напряжение и рано или поздно нервный срыв. А напротив этому состоянию осознанное мышление стоит, которое не абстрагируется от негативных мыслей, оно не говорит вам о том, что нужно мыслить только позитивно. Но просто осознанное мышление, оно помогает взглянуть в корень проблемы и убить эту проблему в зародище в самом ее начале. Это, возможно, чуть сложноватый тезис для понимания, но суть в том, что осознанность, все мы так или иначе будем сталкиваться с негативными мыслями, которые будут приводить нас к нервному истощению. Осознанность помогает эти негативные мысли разрулить еще в самом своем зародыше и тем самым сохранить ваш баланс. Баланс еще и между личным и бизнесовым, между какими-то вашими интимными моментами, общественными. Ну, тут в книге говорится о том, что есть там у вас домашние обязанности, есть дети, есть работа, которая отнимает много усилий. И если вы будете переключаться только на будничные дела или какие-то вещи, которые вы делаете в режиме автопилота, то важные жизненные цели, средние срочные или долгосрочные, будут отходить на задний план. И благодаря осознанному мышлению вы как раз находите оптимальный баланс, понимаете, как правильно распределить энергию и ресурсы, что тратить на все-таки автопилотные ритуальные вещи, которые никаким образом на вас там сильно не влияют, но должны занимать не больше 10% 20 вашего времени. А что нужно, сколько времени нужно уделять на то, что приближает вас к среднесрочной или долгосрочной цели и что делает вас счастливее. И, собственно, счастливее вас может делать состояние медитации. Два ближайших факта будут про медитацию как счастье и медитацию как привычку. Ну, значит, отдельные книги, посвященные медитации, отдельные труды и отдельные практики, это все лучше и нужно читать в более фундаментальных каких-то источниках. В этой же книге просто говорится о том, что осознанная медитация активизирует участки мозга, отвечающие за получение удовольствия. И именно поэтому вы сможете чувствовать себя счастливее. И кроме прочего всего доказано, что медитация, во-первых, способствует повышению иммунитета, во-вторых, учится переживать другим, развивая в вас так называемые софт-скиллы и вместе с этим поднимает вам настроение, положительно сказывается на здоровье и повышает вашу самостоятельность и результативность ваших действий. В то же время медитация как привычка говорит вам о том, что если вы решили, в общем-то, заниматься этим систематически, то для адаптации организму понадобится какое-то время. И писатели советуют выполнять упражнения не меньше 8 недель. То есть, там, если помните Шарму и клуб 5 часов утра, который говорил про схему 20-20-20, это получается 60 дней, а здесь примерно те же 60 дней, 8 недель, то есть 2 месяца. За это время вырабатывается привычка, убираются хаотичные мысли, вот эти вот зажимы, то, что вам сложно расслабиться и отпустить мысли, в общем, это все убирается, и вы со временем наступает в процессе самой медитации та самая осознанность. Для того, чтобы начать медитировать, лучше всего это удобное место какое-то комфортное для вас, это не обязательно, опять же, вот эта комната с музыкой и благовониями, это может быть бег по улице, но удобный, не отвлекающий, без собак. Это отсутствие тех самых отвлекающих факторов, там, телефон, какие-то, не знаю, заметки, сообщения, туду-листы и всякое такое, что там люди, которые вас окликивают. Ну, если вы медитируете в спокойном, расслабленном состоянии, то это коврик, подушка, плед, то, что поможет вам долгое время, продолжительное время находиться неподвижно. И обязательно положите возле себя, рекомендуют авторы книги «Осознанность», положите возле себя ручку и бумагу для записи идей, которые приходят вам в голову. И тут, конечно, грех не вспомнить про букнот, но мы вспомним про него ровно через один слайд. И десятый факт из книги – это сканирование тела. Значит, Уильямс и Пенман говорят нам о том, что для того, чтобы приступить к анализу ваших внутренних ощущений и, самое главное, к восприятию этих ощущений, где-то примерно со второй недели медитации, начните сканировать свое тело. Это упражнение учит вас фокусироваться на каких-то физических ощущениях, без участия логики, без участия разума. Это такой очень действенный способ тренировки создания. Про сканирование тела. Очень, ну, немного, но подробненько писал в своей книге «Эластичность» Леонард Млодинов. И у него был в книге тезис про программный метод восприятия информации, которым пользуются 90% людей. Альтернативу по Млодинову ему составляет как раз вот тот самый эластичный метод обработки информации, который в данном контексте, в контексте этой книги, может рассматриваться как раз как осознанный метод получения информации. Он заключается в простом тезисе. Чем больше деталей вы замечаете, тем чаще вы заменяете программный метод обработки информации на эластичный, говорит Млодинов. А анализ и вот это замечание деталей и их декомпозирование на составляющие элементы и на ваши эмоции в привязке к этим деталям, это и есть основа осознанности. И Млодинов, в общем-то, выделял тогда три основных метода, которые помогают развивать внимание к деталям. Это сканирование тела, это осознанность мыслей и осознанная еда. Сканирование тела как раз по осознанности проводится сидя или лёжа с закрытыми глазами, вы снизу вверх просматриваете каждый орган от пальцев ног до черепной коробки и обратно. Наблюдаете за его работой, что он делает в этот момент, по вашему мнению, сокращается ли сердце, бежит ли кровь по венам, мышцы как себя ведут и так дальше. И суть в том, чтобы сознательно сильно замедлить все процессы и наблюдать за происходящим как бы отстранённо, но при этом препарировать ваши ощущения. Что вы чувствуете в этот момент в кончиках пальцев, как ведут себя ваши суставы и так дальше. Вот это и есть сканирование тела. Такими были быстрые 10 фактов из книги «Осознанность» Марка Уильямса и Дэнни Пеннамана «Как обрести гармонию в нашем безумном мире» и «Три задачи». Конечно, все задачи мы обязательно записываем в букнот. Букнот – это такой блокнот для осознанного чтения, который позволяет из каждой книги получить максимум полезной информации. Больше про него можно узнать на сайте буква.инфо. Если не первый раз слушаете подкаст, то наверняка всё-всё про него уже знаете. В общем, суть такая, что вы записываете все мысли, которые вам приходят в процессе чтения книги, куда-нибудь, куда захотите. А потом из этих мыслей формируете себе задачи. Те самые задачи, которые нужно пойти, закрыть, сделать после того, как вы дочитаете книгу. И это позволяет вам из каждой книги получать максимум полезной информации. Мои три задачи из книги про осознанность – это утренняя полчасовая медитация в пределах одного месяца. При этом чередовать активные и пассивные медитации и посмотреть, к чему это всё приведёт. Второе – разбор дня, недели, месяца на составляющие события с помощью дневника. Я раньше в некоторых обзорах говорил о том, что введение дневника, в котором вы структурируете свой день, это отличный способ, во-первых, понять, куда и с какой скоростью вы двигаетесь, а во-вторых, через какое-то время вернуться к этим записям для того, чтобы понять, чего за жизнь вы вообще проживаете. И третье – регулярное сканирование тела, как один из инструментов замедления пространства действий и событий вокруг вас, и как один из методов перехода от программного метода обработки информации к эластичному, и один из методов создания ауры осознанности вокруг себя. Таким был проект «Читай быстро» на этой неделе. Буква.инфо, подписывайтесь на канал обязательно, ставьте палец куда-нибудь вверх или вниз, жмите на колокольчик и пишите комментарии, чего думаете про осознанность и про книгу в частности. Если захотите проверить скорость чтения, буква.инфо.рапид, там можно прочитать, получить сертификат, ответить на вопросы, вернее, прочитать, ответить на вопросы, получить сертификат и советы по улучшению вашей текущей скорости чтения. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, больше обзоров книг, очень много статей про софт-скиллы, про эмоциональный интеллект и про вот это вот все-все-все. У нас на блоге буква.инфо.блог, добавляйте в закладки и буква.инфо, инстаграм, там иногда появляются фоточки. Спасибо, что дослушали до конца, через неделю новый я, новый вы и новая какая-нибудь книга. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.